Ну что, делаем видео про мифы о психотерапии. Оно на самом деле будет довольно-таки стебным, потому что сконцентрироваться и не ржать над всеми вот этими убеждениями в принципе довольно-таки тяжело. Но постараемся, приложив все усилия, сделать его достаточно серьезным. Так, на моей странице был задан вопрос людям, с какими предубеждениями о психотерапии вы встречались, особенно если вы психолог или клиент. И народ нам накидал таких замечательных убеждений, которые можно будет обсудить, как-то прокомментировать, чем мы сейчас и займемся. Итак, убеждение первое. Я боюсь обращаться, вдруг меня закроют. Уже хорошо, то есть психолог вас точно никуда не закроет, потому что у них невозможностей таких нет, неполномочий таких нет. Даже если бы мы говорили уже про медицинскую систему, что человек пришел и ему там сказали, что да, в вашем случае без госпитализации обойтись невозможно. Но все равно это делается на добровольных началах, а те ситуации, при которых человека можно, как выражается, закрыть, даже если он этого не хочет, они на самом деле четко описаны в законе. Ну и мы все знаем, что закон дело такое, он очень часто нарушается, но при этом для того, чтобы его нарушить, должны быть какие-то очень весомые основания у нарушителя. Но вот те самые основания для недобровольной госпитализации прописаны в этом законе четко. И это, во-первых, риск причинить вред себе или окружающим, а во-вторых, беспомощное состояние. И поверьте, если человек в связи со своим психическим состоянием готов навредить физически себе или окружающим, ну, либо он уже беспомощен, то недобровольная госпитализация реально не самая большая его проблема при таком раскладе. Так, я во все это не верю, поговорить можно и с подругой. Ну, во-первых, во что во все это? То есть это выводит нас уже на мысль о том, что люди как-то очень превратно понимают психотерапию, фантазируют о ней то, чего она точно собой не являет, и иначе вот здесь бы не стоял вопрос веры, а стоял бы вопрос какого-то знания. Раз знаний нет, соответственно, начинается вера в не пойми что. Поговорить с подругой можно? Да, безусловно, поговорить можно с подругой, мы это очень часто в жизни наблюдаем, но при этом, если это идет именно как альтернатива психотерапии, что я вот сейчас с кем-то там поговорю на кухоньке, и станет мне легче, и можно будет жить дальше, то, ну, пардон, речь идет о банальном нытье, да, то есть человек бесконечно обсуждает свою проблему, вместо того, чтобы действительно взять и ее решить. И это тоже наводит на определенные выводы относительно степени его ответственности за свою жизнь и свое благополучие. Дальше. Вы залезете в мой мозг. Класс, очень веселое предубеждение. На самом деле, если бы у нас были возможности залезть в мозг клиенту, ну, не физически, а для того, чтобы что-то там сделать, подкрутить, и он начал мыслить по-другому, чувствовать по-другому, вести себя по-другому, это было бы очень круто, потому что нередко мы наблюдаем действительно неприятное состояние, ту же тревогу, ту же депрессию, что-нибудь в этом роде, когда человек был бы счастлив, если бы кто-то залез ему в мозг, что-то там подкрутил, и он перестал испытывать вот эти вот нездоровые эмоциональные переживания. И нам бы было проще, потому что если бы у нас была такая магическая методика залазения в мозги, и с возможностью что-то там подкрутить, было бы очень здорово, и терапия занимала бы гораздо меньше времени, и была бы менее замороченной, и с более гарантированным результатом, но, к сожалению, это не так. Дальше. Психотерапевт равно психиатр. Ну, на самом деле, это может быть один и тот же человек, психотерапевт и психиатр. И, по большому счету, единственное, что тут смущает, это, скорее всего, предвзятое отношение, собственно, к психиатрам. И это тоже такое достаточно мракобесное отношение, наверное, на основании еще каких-то советских вот этих опытов, да, карательной психиатрии, когда ты там как-то не так мыслишь про государственный строй, тут же тебя объявляют нездоровым, закрывают и делают с тобой всякие действительно непотребные вещи. Но, камон, ребята, мы живем в 21 веке, этого давно уже нет. Если человек идет к психотерапевту, с ним что-то не так. Че, я ненормальный, что ли, ходить к психологу? А, тоже очень интересный момент. На самом деле, для того, чтобы пойти к психологу, нужно быть очень нормальным. Есть, если мы уже залазим на поле психиатрии, есть такое понятие, как критика к своему состоянию. Так вот, у кого действительно, ну, такие серьезные проблемы, прям клинические проблемы, они как раз-таки не осознают, что с ними что-то не так. Они считают, что это окружающие, к ним придираются, ну, или как-то по-другому нездоровым образом трактуют поведение окружающих и их рекомендации обратиться к специалисту. То есть для того, чтобы самому своими ногами прийти за помощью, нужно, наоборот, быть очень нормальным, потому что в противном случае вы просто не осознаете, что с вами что-то не так. Так, да, по типу, чем мне туда идти, со мной все в порядке. Ну, странный у вас порядок, значит. Некоторые не видят разницы между психологом, психотерапевтом и психиатром. Если вы относитесь к этим некоторым, посмотрите нашу замечательную лекцию, которую прочитал Федор Петрович Аножко. Дальше. Если знакомые узнают, что я был у психолога, они решат, что я ненормальный. Ну, во-первых, если вас, если вам больше 18 лет, и вас волнует, что подумают про вас ваши знакомые, то, ребята, у меня для вас плохие новости, потому что зависимость от мнений окружающих – это, знаете ли, проявление некоторого инфантилизма. Ну, и опять же, есть такая тема, как конфиденциальность, то есть мы не имеем права раскрывать информацию, которую получаем от человека на консультации или на терапевтическом сеансе, но если вы хотите, то никто не узнает даже самого факта вашего обращения к психологу. Дальше. Психотерапия ни о чем. Лучше с подругой на кухне, с другом пиво и поплакаться в жилетку. Ну, пиво с другом чем плохо, конечно, но тем не менее, это не поможет вам решить ваши какие-то эмоциональные проблемы. И поплакаться в жилетку – это, ну, пардон, все то же самое нытье. То есть бесконечно обсуждать проблему, бесконечно получать облегчение, но ничего в своей жизни не менять. И это, честно говоря, смущает, потому что, ну, зачем жить плохо, если можно жить хорошо. Так, раз я к вам пришел, то есть к психотерапевту, вы должны мне рассказать, как жить и что делать, иначе за что я вам деньги плачу. Вот тут тема про советы. Почему советы – это на самом деле большая лажа? Потому что, когда вы даете человеку какой-то совет, что конкретно ему следует сделать в той или иной ситуации, дальше существует два варианта развития событий. Первый вариант развития событий – это вы оказались не ахти каким диагностом, ну, или в конце концов человек умолчал о важных каких-то элементах ситуации, вы дали ему совет, и этот совет оказался не очень хороший. Он пошел, этот совет выполнил, реализовал, и оказалось, что все плохо, его жизнь ухудшилась, и виноваты в этом, по сути, вы. То есть вы несете за это ответственность. Но вам-то ничего не будет, а шишки все полетят в него. То есть просто шикарный исход на самом деле. Второй вариант – это вы оказались супер-пупер-мега диагностом, дали потрясающий совет, очень точный, человек пошел, его реализовал этот совет, все у него в жизни доладилось, и что мы после этого получаем? Мы получаем инфантилизацию. То есть человек, вместо того, чтобы своими ножками как-то по жизни идти, он будет каждый раз приходить к вам, заглядывать в глазки, как кот из Шрека, и говорить, дай-ка мне следующий совет, а то что-то сам я думать не умею. Иначе за что я вам деньги плачу? Хороший вопрос на самом деле, за что психотерапевты получают свои деньги? Ну, во-первых, они получают их за включенное непредвзятое внимание. То есть вы можете прийти и вывалить всю свою историю, какова бы она ни была, вы можете быть абсолютно уверены, что никакого осуждения за этим не последует. Казалось бы, какая нахрен разница, есть осуждение, нет осуждения, но на самом деле это очень значимо, очень эмоционально значимо, дает значительный эффект. Кроме того, вы платите за диагностику, за то, чтобы мы смогли определить, что с нами происходит и, следовательно, что следует с этим делать. И вы платите за интервенции, то есть вы платите за список рекомендаций, которые, если вы будете выполнять, они улучшат качество вашей жизни. Да, качество жизни тоже такой достаточно размытый, субъективный показатель, но тем не менее можно быть абсолютно уверенным, что каждый про себя знает, высокое у него качество жизни или низкое. Дальше. Психотерапевт должен облегчать жизнь клиента. Звучит, как вот что-то такая тема, сортирная тема. А не усложнять задаванием вопросов, ответы на которые я не хотел бы о себе знать. Ну, камон, если ты приходишь на терапию с нежеланием что-то там о себе знать, то, скорее всего, никакого эффекта не будет, потому что, ну, такое вот, ходить в комнате маленькой, в которой стоит слон, и усиленно говорить, что этого слона там нет, ребят, это точно не про здоровье, совершенно наверняка. И на самом деле, правда не усложняет жизнь. Это тоже такое, ну, очень классное и совершенно неправдивое убеждение о том, что правда может как-то травмировать. Нет, правда не может травмировать, может травмировать только брехня. Правда всегда освобождает. Дальше. Я пришел к психотерапевту, жизнь должна стать легче прямо после сессии. Ну, на самом деле, частично я с этим согласна. Жизнь должна стать легче прямо после сессии. По крайней мере, вы должны получить какое-то эмоциональное облегчение, чувство удовлетворения. Но при этом это облегчение, это чувство удовлетворения, оно будет лишь частичным, потому что будет ли это облегчение полноценным, долгоиграющим, и не пропадет ли оно куда-нибудь, уже зависит от вас. Точно так же, как, ну, в целом про эффективность психотерапии, когда меня народ спрашивает про, вот меня точно попустят, я им говорю про то, что это от тебя зависит. Если ты будешь выполнять рекомендации, тогда тебя точно попустят. Если ты там пришел раз в полгода, больше не ходишь, сеансы пропускаешь, тебе задали домашнее задание, ты его не сделал, тебе сказали дышать, ты не дышишь, ну так кто ж тебе доктор. Так, психотерапия способна изменить моих знакомых, сделать мужа не пьющим, ребенка успешным, босса добрым и щедрым, а мне меняться не надо, я и так хорош. Мой коммент, самооценка на зависть. Ну да, действительно, вот эта вот тема про изменение третьих лиц, вот вы с ним что-нибудь сделаете, а я слишком хорош для этого дерьма, я меняться не буду. И на самом деле, если вам, опять же, больше 18 лет, и вы рассуждаете именно так, у меня для вас плохие новости, потому что это тоже очень инфантильная позиция. Да, вот это влияет на меня, его поведение, ее поведение делает меня несчастным. Камон, чувак, ты не можешь быть в такой зависимости объективно от каких-то факторов реальности. Ты можешь быть в зависимости только от собственных убеждений, от собственных реакций, от собственного поведения, потому что это не влияет на тебя, это случается, там пьющий муж, какой-то там ребенок, поведение босса и все остальное. И если ты не научишься реагировать по-другому, то муж поменяется, ребенок вырастет, босс придет другой и так далее, у тебя в жизни ничего не изменится, потому что взаимодействовать с самим собой ты так и не научился. Дальше. Зачем платить за то, что нельзя пощупать его классно на самом деле? То есть это к вопросу о том, какой же продукт производится в рамках психотерапии. И да, об этом мы уже сказали, про то, что за что платить? Платить за неосуждающее внимание, платить за диагностику, платить за интервенции, за рекомендации, при условии выполнения которых вас попустят. Где гарантия результата? Нигде гарантия результата, потому что если вы дадите гарантию на то, то, что вы будете выполнять рекомендацию, будет вам гарантия результата. Не дадите такой гарантии, не будет вам гарантии результата. Вопросы умные я и сам могу задавать. Ну, вперед, может быть, получится. Вы же понимаете, что со мной говорит чуть ли не с порога клиент, будучи уверенным, что психолог может с первого взгляда проникнуть в тайны души, определить проблему. Ну, кстати, на самом деле нередко можем, но, поверьте, от этого реально не сильно много толку от быстрой диагностики. Или вы всех людей одним мерилом меряете, пытаетесь запихнуть в свои рамки. Но это такой недовольный клиент, который вряд ли по своеволе пришел на психотерапию. Есть такая тема, как идентифицированный пациент. Это когда есть целая система. В этой системе полный бардак и срач. И вот она на кого-то одного влияет, и этому кому-то хуже всех. Там ученик в классе, ребенок в семье, сотрудник корпорации и так далее. И тогда его приходит психотерапевт и говорят, что-то он какой-то странный, неудобный, давайте вы на него повлияете магическим образом, и ему станет хорошо. Нет, ребят, ему не станет хорошо, потому что в системе бардак и срач. И с точки зрения этого человека, действительно, он может жаловаться на то, что вы всех пытаетесь запихнуть в свои рамки, потому что его действительно пытаются запихнуть, только не терапевт, а система. Ну а если терапевт подписывается и начинает играть в эту игру, то и он тоже. Ну тогда он сам себе дурак. Так, родители надеются найти, где у их ребенка волшебная кнопка, на которую нажмешь, и он станет нормальным, читая, легкоуправляемым. Ну опять же, ребят, если это ваш педагогический фейл, то психолог вам ничего не даст, и ничем вам не поможет. И та же самая тема с идентифицированным пациентом. Если в системе, то есть в семье бардак и срач, то сколько ты ребенка не лечи, ничего у него особо не поменяется. Вот если у родителя будет достаточно осознанности, чтобы поменяться самому, то поменяется и ребенок. Но обычно, если речь идет об идентифицированном пациенте, ребенок не поменяется, потому что родители меняться не будут, и именно по этой причине я не лечу детей, потому что без толку обычно. Так, когда он, она, оно, они, делает вот это и вот это, что это означает? Приходят в надежде узнать, что не так с партнером, и исправить его, ее. Как сделать, чтобы он стал это делать, стал таким? Ну опять же, та же самая тема, если вы говорите, вот поменяйте других людей, или дайте мне инструменты изменения других людей, и я меняться не буду, я слишком хорош для этого дерьма. Если вы старше 18, у меня для вас большие плохие новости, потому что это признак инфантильности. Вы незрелая личность, пардон за такую оценку. Универсальная фраза, вы же психолог, которая может использоваться как упрек. Почему вы не хотите бесплатно консультировать, вам же не трудно. Ребята, честное слово, нам трудно. Это вот как в анекдоте про гинеколога и цыганку. То есть ты вышел после рабочего дня, если ты хорошо делал свою работу, то черт возьми, ты усталый, ты не хочешь делать свою работу еще и бесплатно. Так, по телефону я только спросить, у меня тут, ну да, и дальше обычно идет запрос на полноценную консультацию. И опять же, если человек себя так ведет, то скорее всего у него есть какие-то нелады с границами, да, потому что он сел на голову, ну точнее пытается сесть и ножки свесить, использовать время психолога на свое усмотрение, ничего ему взамен за это не дать. И что? Скорее всего он так себя ведет и в жизни, да, потому что не может же он с психологом себя вести одним образом, а в жизни себя вести другим образом. То есть скорее всего он такой иждивенец, бессовестный и в жизни, и вряд ли кто-нибудь его любит. Так, уже прям черный юмор пошел. Фраза, вам это будет интересно как психологу. Ребята, интересно как психологу, нам будут какие-то свежие научные статьи или какой-нибудь семинар по приобретению навыков. Все остальное нам как психологу не интересно. Так, если я кого-то не вылечил, значит я плохой специалист. Это убеждение от психотерапевта. Но это тоже такая очень идеализация психотерапии с тем, что она может все. Нет, ребята, она не может все, потому что если бы это было так, было бы очень клево, но к сожалению, не всегда мы можем помочь даже тем, кто действительно выполняет рекомендации, особенно если речь идет о клинической психологии, о каких-то тяжелых состояниях. И, ну, блин, вот в ходе многих лет эволюции что-то там формировалось, какие-то поломки. То есть даже, точнее, даже в ходе многих лет эволюции эти поломки не смогли выпилиться. А вы хотите, чтобы мы были настолько всемогущими, для того, чтобы могли справиться со всем. Не, ребят, так не бывает. Большому-большому сожалению. Из роли клиента. Психотерапия не может не иметь результата. О, а вот с этим я соглашусь. На мой взгляд, психотерапия действительно не может не иметь результата. То есть она бывает либо полезная, то есть эффективная, либо, если с терапевтом что-то не так, она бывает вредная, то есть неэффективная. Психотерапии в ноль, по крайней мере, на сегодняшний день я в этом убеждена, быть не может. Так, возраст. Если специалист молод, 27 лет психолог, интересно, о ком это речь, кому это тут 27, то у него нет опыта, и он не может мне, 52-летний, помочь, да что он знает про жизнь? Ну, во-первых, у психолога, у любого жизненного опыта, больше, чем у любого среднестатистического клиента, потому что психолог видел жизни очень и очень многих людей. На самом деле, это тоже очень крутое заблуждение, что если ты это не переживал, значит, ты не можешь мне помочь. Ребята, если бы мы переживали абсолютно все, с чем мы пытаемся помочь окружающим людям, то мы бы не выжили просто, там, переживи развод, суицидальную попытку, тяжелую болезнь ребенка, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь, и попробуй после этого оставаться продуктивным и работать. Ну, возможно, конечно, но крайне сомнительно. И второй момент про то, что этот мифический жизненный опыт, который появляется с возрастом, скажите, пожалуйста, в каком возрасте он появляется? Вот в 27 его еще нет, а в 52 уже есть, то есть он где-то вот между вот этими вот цифрами, там, в 47, вот только тебе исполнилось 47, тебе сразу же накрыло мифическим жизненным опытом, или как? Так, ну и опять же, мы продаем нежизненный опыт, мы продаем не советы, не рекомендации, черт возьми, мы продаем время, диагностику и интервенции, ребята, это очень-очень строгая тема. И последнее. Психолог-психотерапевт – это такой супер уравновешенный, безэмоциональный, отстраненный персонаж, который никак не проявляет своих чувств и эмоций. Ну, ребята, это как раз-таки патологично, потому что здоровье предполагает способность проживать и выражать весь спектр эмоций. Если этого нет, то речь идет о каком-то расстройстве, ну, скорее всего, расстройстве личности. Так, но не факт, может быть, о каком-то еще другом. Занимается перевоспитанием? Нет. И опять же, отсылка к тому же самому идентифицированному пациенту. Вот вы на вот этого вот чувака повлияете, а во всем остальном у нас все в порядке. Нет, ребята, у вас все не в порядке со всей системой. К нему идут только неадекватные люди. Тоже уже было сказано про критика. То есть если вы критичны к своему состоянию, значит, вы достаточно здоровы. Были бы не критичны, были бы больны, не пошли бы к психологу. Или слабые, неуверенные, которые не умеют самостоятельно решать свои проблемы. Взрослому волевому человеку, у психолога делать нечего, он сам его полечит. Это тоже очень классная тема. Почему? Потому что большая часть людей, которые приходят на терапию, это на самом деле люди, которые, во-первых, осознали, что им нужна помощь, во-вторых, способны об этой помощи попросить. И, в-третьих, Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.